Добрый день дорогие зрители YouTube канала «Русская икона» показывает Андрей Булдрев. Мы с вами находимся в Кириллове, в Кириллово-Белозерском монастыре. С нами Яна Владимировна Шумякова. В предыдущей нашей передаче, рассказе об Успенском соборе, одним из нескольких сохранившихся храмов 15 века, с сохранившимся иконостасом 15 века, одним из трех России, мы обошли вниманием несколько икон, которые мы хотели выделить в отдельную передачу. И сегодня мы о них поговорим. Яна, расскажите, пожалуйста, об этом образе. Это храмовая икона Успения. Она датируется 1-й четверти 15 века. Она происходит из первой деревянной церкви монастыря, которая была построена при самом Кирилле. То есть это икона современницы Кирилла. Это самая древняя икона в собрании нашего музея. И монастырское предание, зафиксированное в описи 1601 года, связывает эту икону с преподобным Денисием Глушецким, который также написал икону прижизненную Кирилла. Первый портрет святого. То есть эта икона очень интересна. Вообще, сам сюжет Успения, литературная основа сюжета, основанная на святоотеческих, апокрифических источниках, похвальных словах на Успении, Иерусалимского патриарха Модеста, самая древнейшая, Яна Домаскина, Казьмы Майюмского, Яна Богослова самого, Андрея Критского и других авторов, все равно не описано в священном писании, основанном на предании. И наиболее полное выражение этого предания содержится в истории Ефимевой, отрывок с которой приводит Иоанн Домаскина, Второй Гамиле на Успение, где, собственно, причисляется сам сюжет, что происходит, в какой последовательности, и участники самой процессии, участники, свидетели этого чуда, среди которых как раз представлены святители. Здесь можно видеть и апостолов, и святителей, и жены Иерусалимских. А что это за святители? Ну, также, согласно источникам, да, покрифическим и святоотеческим, при Успении присутствовало четыре святителя. Это Иаков, брат Господень, это Денис Ариапагит, это Тимофей Ефесский и Ерофей Афинский. Ну, а также кто-то называет двух, кто-то трех, да, то есть от двух до четырех святителей можно встретить на иконе Успения. Вот здесь их представлено три. Святители с нимбами, апостолы без нимбов. Какая причина такого изображения апостолов? Ну, это древняя традиция изображения апостолов без нимбов в сцене Успения, а святители с нимбами. То есть она встречается не только в русских памятниках древних, но и византийских в том числе. То есть святители представлены здесь как символическое изображение круга церкви, да, то есть по словам епископа Игнатия, богоносца, где святитель, там и церковь, да, то есть они представляют собой церковь здесь. А апостолы представлены здесь как свидетели чуда, да, свидетели чуда Успения Богоматери, и они в этом смысле ближе человеку, который предстоит иконе. То есть мы как бы дополняем ряд апостолов, которые являются свидетелями. Просто вот иерархичность, вот которую я здесь вижу, она ставит святителей выше апостолов, вот как вот мне... Она есть, то есть это иерархия самой церкви, то есть вообще вся икона представляет собой единство церкви, да, и священство, и людей предстоящих, людей-свидетелей. Просто апостолы вот этих вот святителей рукополагали, то есть они им передавали благодать через рукоположение, и в то же время на этой вот иконе, как мне кажется, ну, святители даже тут просто больше. Они больше, они ближе к Христу, вот, они как бы тут главенствующее положение занимают. А апостолы, которые являются служителями слова, ну, собственно говоря, как и святители, но первыми служителями слова, теми людьми, которые поставляли священников, святителей, ну, то есть вот всех вот этих вот святителей, ну, кроме Якова, брата Господня, который является апостолом сам по себе, то всех остальных их поставляли апостолы. И вдруг в этой сцене, как вот мне кажется, они находятся выше, апостолы вообще без нимбов. Ну, интересно, конечно. Ну, кроме того, очень сложно изобразить в такой как бы узкой композиции апостолов с нимбами, то есть они бы перекрывали друг друга. Это и композиционное решение тоже в некоторой степени. Ну, вот эта традиция существует, да, конечно, об этом можно говорить. А вот жены иерусалимские представлены одной вот этой женой в красных одеяниях, вот, тоже они как бы приближаются к апостолам. Ну, тут неявная, конечно, иерархичность. Здесь как бы расходящаяся, то есть она, скорее всего, за апостолами стоит, нежели за святителями. То есть просто композиция движется вверх. И она уравновешивает образ Иоанна Богослова здесь, да, с тем же жестом она представлена. То есть такая склоненная фигура. Да, да, да. Ну, то есть это вот у нас 15 век. Да, первая четверть 15. И это самая древняя... А первая четверть 15? Первая четверть 15 века, да. То есть это из первой деревянной церкви. И это у вас самая древняя икона. Да. А та икона, которую принес с собой Кирилл в монастырь, она уехала в Третьяковскую галерею. Да, она находится здесь. Но у вас есть копия. У нас есть копия 1611 года. То есть это первый список чудотворной иконы Адигитрии, да, она тоже находится у нас в собрании. Она точно датирована, 1611 год, известен автор. Мы ее посмотрим. Да, мы ее посмотрим обязательно. Хорошо. Пойдем к следующим иконам из храма Успения Пресвятой Богородицы, которые мы смотрели в предыдущей передаче. Ну вот к Купине, наверное, пойдем. Да, пойдемте с нами к Купине. Войдя в зал с иконой Непалима Купина, она напротив нас находится, мы увидели еще одну. Запамятовали, что есть еще одна икона Успения, о которой тоже нужно говорить. Поэтому сначала о ней, потом уже туда. Да, эта икона находилась также в иконостасе в местном ряду, в иконостасе 15 века. Но она появилась немножко позднее. Это вторая половина 16 века. Здесь появляется сцена отсечения рук нечестивого Афония. Это сюжет, связанный с перенесением тела Богородицы в Гефсимане. То есть после того, как апостолы собрались у ее ложи, тело перенесли в Гефсимане. И нечестивый Афоний, евдейский священник, собирался прокинуть ложе Богородицы, осквернить само действие. И невидимой силой ангел отсек ему кисти рук. То есть они остались прямо на ложе. Он очень быстро раскаялся в садейном, и кисти назад приросли. Очень часто на иконах можно встретить отсечение рук, где непонятно, они уже приросли, или они только что отсечены. То есть сюжет греха и раскаяния соединяется в одном образе тоже. Кроме того, эта икона интересна тем, что здесь представлено уже 4 святителя. На той иконе мы видели 3. То есть здесь они в полном составе. И если посмотреть поближе, можно видеть, что взгляды святителей направлены на Иисуса Христа. То есть они видят его приход в дом Иоанна Богослова. Он берет душу Богородицы, а апостолы его не видят. Кстати, может быть, поэтому они нембы-то и имеют. Хотя странно, почему так? Вот это где-то в апокрифах, что святители видели это или нет? Нет, никто не видел это. Никто не видел. Участники процессии не видели этого действия. То есть это видим только мы, люди, которые предстоят иконе. Здесь больше жен. Вот они. Здесь больше жен. И вообще, чем дальше, тем больше жен становится. У нас в росписи паперти, на паперти Успенского собора 1650 года, там очень широкая композиция. Там очень много жен иерусалимских. Там диаконы добавляются. Но диаконы, кстати, тоже без нимбов. То есть святители с нимбами, диаконы без нимбов. Они рядом со святителями стоят, но уже без нимбов. И ангелы также дополняются. То есть сюжет разрастается в стороны со временем. Да, очень интересно. Именно вот это разделение на святых с нимбами и святых без нимбов, которые мы здесь видим, Вот я первый раз тоже его отметил. Оно очень тоже интересно, конечно. Да, и сама иерархия положения. То есть кто-то ниже, кто-то выше. Пойдем к Купине. Да, пойдемте. Ну вот мы наконец подошли к иконе Ниаполемы Купина. Она большого размера, очень красивая. Сколько у нее размер? Полтора где-то? Ну да, где-то полтора, а может даже немножечко побольше. Такая довольно большая. Да, мы говорили об Аспине этой иконе, а теперь вот о ней самой. Да, очень интересная икона, одна из ранних икон иконографии Ниаполемы Купины. То есть это XVI век, где-то середина, вторая половина. А когда сам сюжет появляется? А вообще сам сюжет впервые упоминается в материалах Стоглава Собора, то есть деле Ивана Висковатова. Но он просто упоминает само название, не описывает, как сюжет выглядел, и его символическую основу он тоже не описывает. Но впервые она упоминается там, то есть как уже сложившийся сюжет. К XVI веку иконография складывается, да. И икон самого XVI века, особенно середины, осталось совсем немного. Наиболее ранней считается икона из феропонтовского иконостаса, из местного ряда. Она хранится у нас в музее Феропонтовой экспозиции, она представлена. Вот. Среди литературных текстов, на которые основывается этот сюжет, упоминается и священное писание, ну прежде всего книга Исход, да, где описывается сюжет явления куста Купины, горящего Моисея на горе Хариф. Это святоотеческие толкования, где Богородица сравнивается с... Преобразовательные образы, да, Богородица встречается? Прообразовательные. Прообразовательные, да. Ну и, собственно, сами книги пророков. То есть нет единого литературного источника, который описывал бы всю иконографию целиком, да, объяснял ее. Всегда считалось, что неопаримая Купина – это сборник ветхозаветных пророчеств о Богородице. То есть это именно сборник из нескольких источников. Это так. Причем немаловажное значение в этом смысле имеет откровение Иоанна Богослова. То есть многие вещи пересекаются именно с ним, с откровением. То есть, ну прежде всего и сам ромб, да, два пересекающихся ромба, которые мы видим здесь. То есть оно, четыре евангелиста, символы четырех евангелистов, четыре зверя апокалипсиса. Вообще часто вот эту часть иконографической иконы сравнивают со Спасом в силах, который тоже имеет эскатологическую символику. И изображения ангельских сил в медальонах вокруг восьмиконечной звезды представляют собой ангельские силы, приготовленные до времени. До времени начала, до конца мира. Они изображены с сосудами, изображены с мечами, с трубами, да, вызывающие. И они часто упоминаются в откровении в разном составе. Один, или три, или четыре, или семь. То есть там разное число ангелов. В общем, они представлены тоже здесь. Интересно. То есть это подготовленные к сражению, так скажем, войска. Ну даже не... Да, да, то есть к началу действия они подготовлены здесь. Кроме того, с текстом откровения пересекается образ Христа на руках у Марии. То есть это не младенец, это Эммануил. Он больше и взрослее выглядит здесь, да, и волосы у него так немножко длинные. Он одет в одежду Эммануила золотые. И вот эти голубые одежды, нижние, скорее всего, это изображение Падира. Падира одежды ветхозаветных священников, первосвященников. И по словам Григория Низского, Падир имел цвет небесный. То есть он такой был немножко голубоватый, покрывал полностью тело. А согласно откровениям на богослово, сидящий на облаке, ходящий среди семи светильников, будет облачен в Падир и припоясан золотым поясом. Собственно, то, что мы можем видеть здесь, да, Падир есть, золотой пояс тоже имеется здесь. Ну и сидящий на облаке, да, Богородица изображена в облачном афоре здесь. Он, собственно, буквально сидит на облаке. Вот эти разводы, это облако? Облако, да. Это облачный афор, то есть они голубые и белые. Есть же, где просто облака на афоре нарисованы, вот такие сюжеты, именно Купины и гора нерукосечная. Да, тоже, та же самая основа. Ну и ветхозаветное пророчество о Богородице. Все складывается. Да, все складывается. То есть это лестница Якова, да, преобразовательная образа Богородицы. Врата затворенные, да, гора. А где врата затворенная? Косечная врата вот здесь, в верхней части. Не вижу. Вот, ну, прямо посерединке. А вот это врата затворенная? Ну, скорее всего, это врата. Камень, да, отсекшийся. И древо от колена Исеева здесь, у ног Христа. Ага. Ну и по периметру Ромба, это текст Богородична, первого часа. Что тебе наречем? О, благодатное небо. Да. Яков родилась и солнце, правда. Да. Вот. Так, хорошо. А вот это вот неополимая Купина, вот это горящие? Да, здесь, скорее всего, сам, да, сам куст неополимая Купина. То есть, ну, вряд ли это уголь Исаии. Вы знаете, вот тут еще такой момент хотел спросить, может быть, знаете. Вот на Мафоре Богородице в знак ее преснодевства три звезды. Вот на некоторых сюжетах, вот, Овсепета и Мати, вот здесь, сейчас, эти звезды заменены чем-то. Ликами? Да. Что это за лики? Это, ну, это также символ преснодевства, да, только он заменен ликами. То есть, я точно не могу вам сказать, почему звезды заменяются на лики, но символ тот же самый. Тот же самый. Вот три сюжета, вот я вот на скидку. То есть, это Купина, Овсепета и Мати, гора Нерукосечная. Вот там, там звезды, имея другое обозначение. Интересно, что на иконе Ферапонтова вместо Херувина, вот здесь в нижней части, изображен ангел с кадилом, возносящий молитвы, то есть, тоже по сюжету откровений. То есть, в той иконе, которая была более ранней, в ней этих сюжетов апокалиптических гораздо больше. То есть, здесь их уже немножко меньше. Ну, и вообще, более поздняя традиция соотносить икону Богородицы Непалимой Купины с защитой от пожаров, да, это уже такая более поздняя традиция. То есть, начально она защищала, конечно, от огня ада, да. То есть, не от огня на земле, а от того, что ожидает человека после смерти. Скажите, а вот эти вот переходы синего, оно имеет какое-то символическое значение? Так же, как у Мандорлы Христа. То есть, это как портал, да. То есть, человек является. Это углубление. Да, то есть, это показ перспективы некой, да? Ну, да. В общем, можно, наверное, назвать это. Как обратная перспектива на иконе. Но это, наверное, прямая перспектива. Понял. Да, интересно. Так, а вот цвет нимба, он имеет какой-то или он случайен? Ну, он был ярче изначально. Здесь было чистое золото, скорее всего. Просто у него сейчас здесь нет. Да, и венец находился сверху также, под ним. Ну, тоже оклад, как мы говорили, более поздний, в 17-е. Большое спасибо за рассказ об этой иконе Неаполемы Капина. У нас еще есть одна икона, которую мы хотели бы рассказать, которая находилась в каностасии Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. Это копия чудотворной иконы Адигитрии. Но мы о ней будем рассказывать в другой передаче, в которой мы будем говорить про самого святого Кирилла. Спасибо еще раз. Спасибо. Ждите наши дальнейшие передачи. Субтитры создавал DimaTorzok